Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и сейчас будет реакция на Завуча от Ивана Курапова. Мы смотрели этот ролик у меня на последнем стриме, поэтому сейчас будет запись со стрима. А перед началом, не забудь подписаться на мой канал, если ты вдруг не подписан, забежать в мой телеграм, там всегда новости, когда следующая реакция стрим-эдсплей и многое-многое другое, и погнали вместе смотреть! Здравствуйте! Я пришел на собеседование на должность Завуча. Странно, а почему в объявлении зарплата 150 тысяч и неделю найти никого не можете? Потому что это новая экспериментальная вакансия, нужно будет кое-что делать, и никто не хочет делать это. И что нужно делать? Для начала подпишите документ. Нет, что нужно делать? Не надо, ребята, если он сейчас подпишет документ, не берите это как пример. Ни в коем случае. Читаете, узнаете, а потом что-либо подписываете. В пони разглашении, это секретный эксперимент. Я не хотел это подписывать. Правильно, и не надо! Что случилось странным? Любопытство взяло верх. Я подписал. А теперь внимательно изучите ключевую задачу Завуча. Задача стать объектом ненависти? И в чем прикол? Есть теория, что людям нужен общий враг. Когда они вместе кого-то ненавидят, они объединяются, и ими становится легче управлять. К тому же через вас мы будем пропихивать правила, которые все считают глупыми, но они нужны. Например, что детей нельзя выпускать из школы до 17 или выгонять из школы этих парильщиков. Вы должны стать у... Парильщиков? Ну, слушайте, я... Как бы что-то мне было, ребята, но я в сотый раз подчеркну, я не курю и курение, и парение, и все вот что-то такое подобное. Осуждаю и буду осуждать. Это нехорошо. Особенно в школьном возрасте. Ужасом для всех школьников. Даже леща можно давать. Так меня же посадят. Все согласовано до самого верха. Везде отмажут. Для учителей вы тоже должны стать плохим. Унижать учителей. Но унижать-то зачем? В униженном состоянии люди лучше подчиняются. В армии неспроста детовщину придумали, чтобы новобранец был униженным и безвольным пушечным мясом. Но ведь они будут меня презирать. Вы же их не будете наказывать. Вы знаете, вообще-то это правда. Ну то есть, если смотреть подкасты про психологию, то там сказана очень классная штука. Почему когда... Ну сейчас такого мало делают, но делали раньше и делают что-то подобное. Почему когда ребенок приходит после летних каникул в школу, что первым делом делают? Пишем сочинение, как я провел лето. Этого сейчас не делают, но сейчас что делают? Давайте сразу встык контрольную, самостоятельную. Обновим знания или проверим, насколько вы хорошо запомнили прошлую программу, программу прошлого года. И ты в этот момент садишься и все. У тебя падает все, что было. Потому что ты перешел летом, ну после лета, ты такой весь заряженный. У тебя настроение хорошее. Ты веселился, ты плавал, ты ездил, путешествовал, ты играл в игры, ты отдыхал, ты занимался чем тебе хочется. Ты набрался приятной, хорошей, классной атмосферой, классным настроением. И ты, естественно, вот такой весь, тебе хочется что-то делать. А тобой же нужно управлять. Вас же 30-40 в классе. И для того, чтобы вами управлять, вас сразу пишем самостоятельно. И мы такие, оооо, и все, уже грустные. А грустные шо? Саша пошел, сделай, отнеси то, сделай то. Никто не разговаривает, никто не бесится. Это делают спицы, аль, но... Кстати, в первый же день вот список увольнения. Вас должны бояться до смерти. Ваши приказы должны безукоризненно выполняться. А приказы буду писать вам я. Ну давайте попробуем. Попробовать не получится. Контракт подписывается на 5 лет. И если вы нарушаете условия, к примеру, становитесь хорошим. Все деньги нужно будет вернуть и еще 2 миллиона штрафа. У меня не было выбора. Я искал работу уже 5 месяцев. И ты согласился на эту чухню? Да ладно, блин! Ну, без того, что он согласился, не было бы сюжета. Ну давай, слушай. Хорошее начало, хорошая затратка. Внимание, класс! И очень хорошо Курапову в этом белом паричке. Очень красиво. Асважное объявление. С завтрашнего дня запрещается... Все! Зубила! Это еще что такое? И так будет с каждым, кто залипнет в телефоне, когда я говорю... Иван Петрович, мне кажется, вы не имеете права. Еще раз вякнешь, я сделаю так, что учителя будут тебя валить по всем предметам. Снаружи злость, а внутри моей головы текли слезы. Но я понимал, что я делаю благое дело. Буквально... Для себя. Ты же деньги же сразу зарабатывай. Какое еще ты благое дело делаешь? Заставляешь директора... Не, помогаешь директору обрести бесповоротную власть. За неделю дети стали меньше прогуливать. Средний балл по всей школе подтянулся аж на 0,2. Но у себя в сумке я обнаружил разбитое яйцо. А на парковке меня ждал, исцарапанный до железа, мой Рено Логан. Я сел за руль, чтобы поехать домой. И вдруг резко дверь открывается, и на соседнее кресло сел какой-то мужик. Что вам надо? Я отец Зубила, которому ты телефончик разбил. Помнишь? И с этого момента я буду за тобой следить всегда. За каждого обиженного ребенка я буду отрезать тебе по одной маленькой фаланге на пальцах ног. АААА! Это же не антижалость! Что мы вернулись к одной и той же истории? Мне хотелось в какой-то момент только, что пока шла, типа шел ролик, стоп, на секундочку сказать слова антижалости. Но тут смотри, мы вернулись опять к отрезанным пальцам. Ютуб, это только... Мы обсуждаем сюжет, не в каком случае. Тут же кто-то накинул веревку и привязал к сиденью. Отец Зубила достал большие садовые щипцы, которыми перекусывают ветки. Снял мне ботинки. Да нет! В следующей серии я устроился на экспериментальную вакансию зауча в школе. С зарплатой 150 тысяч рублей. Это типа очень резкий переход в новую серию. Но за такие деньги по эксперименту необходимо было стать объектом ненависти для всей школы. Я должен был агрессивно унижать учеников, учителей. И оказалось, что такой человек очень нужен каждому коллективу. Потому что никто не хочет наводить порядок, наказывать людей, вводить запреты и неудобные для людей правила. Я подписал договор и приступил к работе. Я оскорблял учеников, унижал учителей и даже показательно разбил телефон одному ученику по фамилии. Да, давай ближе к пальцам. Как раз отец Зубила подсел ко мне в машине, связал меня и отрезал мне одну фалангу пальцев. Ай-яй-яй, все-таки отрезал, поняли? Нам просто решили, ну, не давайте там максимально четко. А ну, просто постфактум нам сообщили, что ты уже без одного пальца. За ноги. Я лег на больничный и через две недели, когда выписался, я боялся оскорблять и унижать всех. Вот через неделю такой работы меня вызывает к себе директор. Иван Петрович, вы стали плохо справляться со своими обязанностями. Сними тапок, покажи ей, что ты без пальца. Нас за пять. Вот так вот прям к носу ей поставить скажешь, что ты за что мне, кто мне будет палец новый давать? Мне ни одной жалобы на вас нету. А вчера я видел, как вы с учителями пили чай. А вы должны переворачивать стол во время таких чаепитий. Вы меня, конечно, простите, но я вам кое-что покажу. Да-ха-ха-ха! Я сказал, всю историю Зубила. За 150 тысяч, ну, нужно чем-то рисковать. Да, лишаться каждый раз нового пальца. И вообще пальцы на ногах не такая уж и нужная вещь. И кажется, вы не до конца поняли. У вас полное разрешение на любые преступления. Отмажут везде. В общем, вот вам пистолет. Предлагаю его иногда использовать. Либо разрывать... Даже на отсе Зубила? Ну, как бы... Отмажут, не отмажут? Наше дело осудить. Там контракт, и вы платите 2 миллиона штрафа. У меня не было выбора. Я зашел слишком далеко. И взял блютузные наушники. Я еще взял в кредит Мерседес. Так, Зубила, а ну иди сюда. Ты что, парил? Почему малиной воняет? Не ваше дело, чем от меня пахнет. И да, вы с этим мизинцем случайно не ударялись? А ты случайно сегодня лицом не ударялся? Завтра я подаю твои документы на отчисление из школы. После работы я подошел к своему новенькому Мерседесу. И возле нее терся отец Зубила. С двумя обритыми мужиками и с садовыми щипцами. Ну что, Завуч, еще одну фалангу готовь. И главное, помни, что когда кончатся фаланги, начнется ступня. Я без лишних разговоров достал пушку и выстрелил ему прямо в колено. Два обритых мужика мигом испарились. Я сел в Мерседес и спокойно поехал. Как вдруг сзади раздалось полицейское крекло. Прижмитесь к обучине. Я остановился, полицейский попросил меня выйти из машины и резко заломил руки. Вы обвиняетесь в покушении на убийство и в незаконном ношении оружия. Да ты знаешь, с кем ты базаришь. Ты, псина, алло, я вообще-то Завуч этой школы. Перестань мне тут рассказывать. Я, короче, этого... Вали нафиг отсюда. А то я тебе тоже колено просверну. Вы не понимаете, я Завуч. Вот, ты что не шаришь? Завуч из 212. Все, я понимаю, это отличная кличка для тюрьмы. Меня доставили в полицейский участок, я сидел в комнате допросов. И в комнату зашел полицейский вместе с моим директором. Ну, думаю, он меня сейчас отмажет. И директор сказала. Товарищ полицейский, я все подтверждаю. Это действительно он стрелял. А перед тем, как стрелять, он еще и сбил ребенка. На суде все подтвержу. Можно я наедине с ним минуту поговорю? Что? Псина, ты что творишь? Где это за... Отмажут по всем этим вертикалям? Ты что? Полицейский вышел. Алло, я ждал, что сейчас типа в натуре она зайдет, скажет. Выходи, все нормально. Папу Зубилу мы прострелили второе колено, когда ехали к тебе. А она заходит и говорит. Я сдам его. Я сдам. Я сама подтвержу, что он мразь, он разбил телефон. И вообще, вот палец, который у него нету на мизинце, он скормил это зубило. А директор сказала. Иван Петрович, вам придется отсидеть в тюрьме. Это часть нашего эксперимента. Но этого же не было в контракте. Как это не было? Вот, мелким шрифтом читайте. Для профессионального роста и еще большего устрашения детей необходимо получить судимость. Вот сидит. В предыдущих сериях я устроился на экспериментальную вакансию завуча в школе. Где необходимо быть очень плохим. Унижать учеников и учителей, чтобы они меня боялись и выполняли мои приказания. Зарплата 150 тысяч рублей меня подкупила. Но это было абсолютно секретно. Хорошо, а пока ты сидишь в тюрячке? Не пошло. Пока ты сидишь в тюрячке, то тебе капает по 150 ежемесячно? Или ты не посидишь, лишь бы сидишь? Оглашение этой информации штраф 2 миллиона. Потом я дал пощечину ученику по фамилии Зубила, а его отцу прострелил колено. И меня посадили. В этот день меня отвели в камеру, где сидело 4 зэка. Я лег, отвернулся к стенке и заплакал. Потом я уснул. А проснулся от того, что на лицо мне льется струя воды со странным запахом. Это не была вода. Надеюсь, вы не сели кушать, друзья, и не представляете себе эту картину. Особенно запах. Посмотрел наверх и понял, что это была не вода. Это тебе привет от Зубила. Будешь у нас в камере петухом. А что такое петух? Сейчас узнаешь. Парни, давайте. Два других зэка меня схватили за руки, поставили на колени. И когда первый зэк стал спускать штаны... Ааа! Ааа! Нет, осуждаем. Что ты такое делаешь? Я надеюсь, ты найдешь себе там какую-то заточечку. Ну, в натуре. Надо что-то уже с этим делать. И он подписал контракт просто на фигню. Он испортил себе этим контрактом всю жизнь. Я понял, что меня ждет. Мне это сильно не понравилось. Но я с детства был очень слабым физически. Единственное, что я хорошо умел, это кушать. Я себе наживал такие челюсти, что мог перегрызть даже проволоку. Я вцепился зубами в сухожилие, соединяющее коленную чашечку и ногу. Я почувствовал, как частично перегрыз сухожилие. Зэк истошно заорал и попрыгал на одной ноге к скамейке. Вторая нога безжизненно болталась. Ах ты тварь! Не захотел по-хорошему, начнешь петушиную карьеру по-плохому. Не, не начнет. Знаете, да, это старая-старая тема. Сел в тюрячку, возьми, раздобудь где-то шило, ставь в задницу, отдайся на протык и этот, дадут погоняло шершень и отправят типа к блатным. Ребят, зубы! Два других зэка зажали мою голову и поставили зубами на бетонную скамейку. Вот так. В таком положении один из зэков собрался меня ударить ногой по голове. Я понимал, что у меня сейчас не останется зубов, но в это время очнулся четвертый зэк и сказал. Отпустите его, вы что не видите, он первый раз. Вы что, по незнанке решили человека отпетушить? Он сделал все правильно, по-мужски. Меня отпустили, он подошел ко мне и шепотом сказал. Ну что, Завуч, расскажи, почему ты в школе таким мерзким был? Почему всех унижал? Ученикам пощечины давал? У меня была такая работа, я под... Подожди, а ты откуда про все... А ты откуда про все знаешь? Ты, зэк, ты сидел, ты не должен был это знать, это конфиденциальная информация, а ты решил ему все рассказать, Завуч. Подписал спецкон... Что ты подписал? Спецконтракт? Меня что-то заставило резко осечься. Обычный контракт управляешь детьми, классами, школой. А зарплата там какая? 25 тысяч? А ничего не хочешь мне рассказать про секретный эксперимент? Я не понимаю, о чем вы? Тут он достал ложку, которая была заточена с одного конца, и резко приблизил ее к моему горлу. Делай, что хочешь, мне плевать, лучше уж смерть, чем за 25 тысяч возвращаться в эту школу. Ладно, ты прошел тест, выпускайте его. Я вышел, и там меня ждала директорша. Иван Петрович, я, конечно, сомневалась, но вы прошли проверку. Пойдете теперь на повышение, будете управлять всеми школами в область. Что? Что? Это проверка такая была? Ему чуть не вогнали... Вы че? Вы, пацана, чуть гордости не лишили. Какая нафиг проверка? Что это за проверка такая? Не надо таки больше проверок. Пожалуйста. Это сейчас он пойдет на повышение. Во всей области будет управлять школами. А если захотят, чтобы он во всей стране, так что ему надо будет сделать? Ну, я даже боюсь представить. Вас будут ненавидеть тысячи людей. Ой, как я вам завидую. Я готов заплатить штраф 2 миллиона. Я не хочу больше идти по этому пути. Там зарплата 550 тысяч. А через год, возможно, прямо в министерство пыльнете. Не нужны мне ваши 550 тысяч. Меня только что чуть не лишили зубов. И... И невинности. Вот именно. Ну, как бы, не то. Во-первых, я устроился на экспериментальную вакансию завуча в школе. Где нужно было намеренно унижать детей и учителей. Чтобы стать объектом ненависти для всех. Во многих организациях искусственно создают общего врага. Чтобы все объединились против него. И через этого врага людьми было легче управлять. Мерзкая работа. Я не знаю насчет легче управлять. Но по своему личному опыту могу сказать, что дружить против кого-то намного легче, чем дружить за какую-то идею. И даже, когда ты дружишь против кого-то, ты способен достичь нереальных результатов. Чем когда ты просто пытаешься кого-то смотивировать что-либо делать. Деньгами или не деньгами. Чем угодно, короче. Работа. Но меня подкупила зарплата в 150 тысяч рублей. Это было сверхсекретно. И меня решили проверить. Посадили в тюрьму, а там зэки пытками выясняли подробности, кто я такой. Я выдержал, и мне предложили повышение. Управлять всеми школами области. Иван Петрович, ты же взрослый мужик. Но так до сих пор и не понял, что обратного пути нет. И что вы сделаете? Снова меня посадите? Да лучше сидеть, чем такой жизнью жить. Глупенький. Ты думаешь, ты такой первый? Смотри. Вы что, посадили в тюрьму моего отца? Хранение и распространение в особо крупных. У него же с сердцем проблемы. С твоим отцом все будет хорошо. А подожди. А отца-то? Это отец, это способ манипуляции? Или отец тоже до этого подписывал контракт? Ты прямо сейчас поедешь в областное управление образования. И сядешь там в свой кабинет. Подписывать новый приказ о школьной форме. Прошел целый месяц этой омерзительной работы. И вот я сижу на совещании. И зачитываю новый приказ. С завтрашнего дня все ученики нашей области, вплоть до 11 класса, будут носить школьную форму. Если ученик приходит три раза с нарушением школьной формы... Отчисление. Все заулюлюкали, а один молодой учитель решил высказаться. А разве это не ущемление прав человека? Ребенок тоже человек. И это... Уволить. Че с ним церемониться? Давай сразу, сразу, сразу. Это вызовет новую волну коррупции. Все будут просто давать взятки на месте, чтобы не отчисляли. И вообще, школа это не армия. А я знаю тебя. Ты же Мачалов. Ты хоть сам в армии служил? Не отвечай, я знаю, что не служил. А годиков тебе сколько? Мне кажется, до 27 лет еще можно в армию сходить. Не так ли? И да, кстати, почему это ты до сих пор не служил? Взятку дал на месте. Ну что замолчал? Вот теперь молча и садись. У меня на каждого из вас есть грязь. И я с удовольствием ее вытащу, если вы не будете выполнять мои... И буду мешать. Я, грязи мешать. Как это? Приходит в голову совсем не те истории. По поводу грязи. Ну да ладно. Приказы. Я пошел к себе в кабинет, который я превратил практически в спортзал. Посередине у меня стояла большая груша. В течение 10 минут я ее непрерывно бил. И тут мне позвонили с номера, который заканчивался на 3 пятерки. С этого номера обычно мне поступают указания о дальнейших действиях. Алло, я ввел приказ, нормально запугал? Молодец. Ну готовься. На следующей неделе принимаем новый экспериментальный закон. Мы объединяем спецшколы для умственно отсталых с обычными школами. Да это же бред. Я устал уже тебе все объяснять. Наша задача вырастить безликую массу. Придумай, как сделать так, чтобы детей с хорошим интеллектом осадить, внушить неуверенность в себе, сравнять с умственно отсталыми. Ответ мне нужен завтра. Я придумал, как сделать детей с хорошим интеллектом отсталыми. Мне интересно, кто этот человек с 4 пятерками в номере, который раздает такие дурацкие указания. Очень это мне немножечко что-то напоминает. Не рассказывай, у меня мало времени. Мы вводим обязательно чтение Достоевского и Толстого в 7 классе. Обосновывая это тем, что дети сейчас раньше взрослеют и школьную программу нужно ускорять. Интересно, продолжай. Далее, всем детям, кто не прочитал Достоевского, а не прочитают его абсолютно все, ставим неудовлетворительно, ну максимум тройку натягиваем. И намекаем им о слабости их интеллекта. А учителей, которые не смогли донести идеи Достоевского, называем некомпетентными. В итоге, во всех интеллектуальных детей вселяем чувство неполноценности. Через некоторое время у них опустятся руки и они перестанут учить и все остальное. Хорошо придумал, приступай. Я управлял образованием всей области. Это была экспериментальная секретная вакансия, на которую платили 550 тысяч. Где я должен был стать объектом ненависти, вводить глупые законы и делать из людей безликую массу. Понимаете, вот даже если мне тогда бы еще на первом этапе предложили за 150, вот я сейчас думаю, я бы отказался. Ну это, ну фу, фу, такое фу просто. Ну я понимаю, что там деньги, что иногда ситуация вынуждает, что нужно идти куда-то работать, лучше пойти куда-то в сферу обслуживания, я не знаю, официантам, уборщикам, лишь бы, ну, не набираться негатива. А ты просто пропитываешься этим дерьмом. Ты не можешь потом от него отмыться. А тебя еще выше и выше засовывают, дают тебе задачи больше и больше. Ты просто станешь вселенским врагом каким-то. А та самая крыса, которая, собственно, является тем самым злом, просто будет в тени сидеть и тобой управлять. Прошел месяц, и на совещании я подвожу итоги. Итак, почему у нас по литературе плохие оценки во всей области? У нас что, резко все потупели? Ну так вы же ввели чтение «Войны и мир» в седьмом классе! Да я бы вообще это произведение убрал из школьной программы, я сам его понял в 25! Ну ты на себя всех не равняй. Если был бы поумнее, учителем не работал. Что вы сказали? Что слышал, безмозглая училка? Вы оскорбили сейчас не меня, а весь учительский состав! Оглядывайтесь по сторонам! Ну вот я и пос... Ну и шо? Ну и шо? Ты кого пугать собрался? Мы уже один раз колено одному прострелили. В чем проблема? Смотрел, но никого не заметил, кроме кучки идиотов. В этот день я спокойно ехал на своем «Мерседесе» домой, пристроился за огромной... Сейчас что-то будет. Как вдруг слева резко появился тонированный гелик и прижал меня к обочине, а фура стала резко тормозить. Мне пришлось остановиться, и из гелика прямо ко мне в машину забежало несколько человек. Задние двери фуры открылись, из них выкатился трамп для машины, а мне приставили пушку к виску. Заставили въехать в фуру и закрыли за мной дверь. Я чувствовал, как контейнер с фуры, в котором я находился, начали поднимать подъемным краном, потом его резко бросили, и далее началось плавное качание. Я подумал, что я на воде. И это было действительно так, но через несколько часов я понял, что я, скорее всего, на корабле и не тонул. В этом контейнере я просидел четверо суток. Потом меня перегрузили на землю, двери контейнера открылись, и я увидел какого-то странного человека. Иван Петрович, вы успешно прошли все тесты. Теперь мы готовы вас принять в... Ты такой добрый? А нельзя было просто позвонить по телефону и сказать, приедь туда-то и туда-то? Мы не против были бы приехать? На кой черт? Нас зажимать? Нам приставлять пушку к виску? Пышу лигу человечества. Пышу лигу? Я вас понимаю, вы удивлены, но суть в том, что 99% людей не способны ни на что. Они утопают в своей гордыне. Вы понимаете? Ну, вот антижалость есть. Где-то просто между строк читается все, что было в антижалости. Их сложно принять подчинение, но при этом они подчинены на 100%. Ты принял подчинение, и при этом смог остаться индивидуальным. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Мы пошли по тропинке, дошли до какой-то огромной горы. В ней была дверь. Мы зашли внутрь, а там лифт. Сели в него, и он стал резко опускаться вниз, так что внутренности у меня поднялись. Потом двери открылись, и я обомлел. Знакомься, здесь живет элита человечества. Мы были вроде под землей, но сверху было солнце, облака, летали машины. Все прохожие... Еще один пункт в антижалость. Ну, если бы я не смотрел, то это в антижалость. Я, может быть, и не ставил галочки, но просто сейчас повторяется, повторяется, повторяется. Птички пели, это было похоже на рай. Да, ты верно подметил, это настоящий рай. Ну, подземь. Подождите, но я же ничего не говорю. А может быть, ад выдает себя за рай. Все верно, мы здесь на тысячу лет впереди по технологиям. И поверхностные мысли можем считывать с помощью вот этого устройства. Я уже читаю все твои вопросы, и сразу буду отвечать. Да, машины летают, энергия бесконечна. Так, подожди, не понял. Мы издевались над людьми, над детьми, над учителями. Стали нереальной вселенской мразью, чтобы нас потом с пушкой у виска увезли где-то по водичке, и мы оказались в раю. И что это, это чему нас учит? Нам надо стать очень плохим, чтобы потом жить очень хорошо? Так получается? Какая-то странная связь гордыни и ума. Ничего странного. Гордыня обратно пропорционально силе интеллекта. Ну вот, допустим, тебе сказали, что ты глупо одет, и это худе тебе не идет. Если ты гордый, ты обидишься или поругаешься с человеком. А если ты умный, ты проанализируешь свой стиль. Подумаешь, с какой целью человек говорит тебе замечание. Вот оно сразу различие. Обида и размышление. Если ты ученый и думал, что гравитацию невозможно победить, а другой ученый тебе скажет, что ты не учел всех моментов, ты обидишься, уйдешь и не будешь искать ошибку в формулах. А если ты умный, ты изобретешь левитацию. Я посмотрел вниз, и его ноги реально оторвались от земли. Гордыня равно тупость. И гордыню вычислить легко. Просто заставь делать человека низкую, неприятную, социально осуждаемую работу. Он впадет в депрессию, возненавидит и будет избегать ее. И только человек без гордыни готов убирать мусор или быть мусором. Человек без гордыни может стать козлом отпущения, как ты. Хорошо, и что мне теперь здесь делать? Абсолютно все. Наступило счастье и рай. Возьми эти очки. Он куда-то улетел, а я... Он куда-то улетел. Мне кажется, что главного героя, который заучил, его застрелили. Вот он не ехал ни на какой фуре, потому что немножечко это все ушло в какую-то такую интересную сторону, тяжело мне объясняемую и тяжело мне вкладываемую в голову. Ну, точнее, я не точно этого не ожидал. Это не хорошо и не плохо, просто это очень необычно и моментами даже странно. Вдохнул воздух. Это был самый чистый воздух, который когда-либо вдыхал. Я стоял около часа и просто дышал. А потом решил одеть очки. ШОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО не понял. Но было захватывающе, знаете, типа, ну, подзасосало меня. Реально. Ну, блин, умеет Курапов это делать. Я не знаю, за счет чего он это делает. За счет истории, за счет сюжета, за счет музыки, за счет атмосферы. Потому что все время он сидит на одном и том же фоне, снимает себя с одной и той же точки. Задник не меняется. Он, скорее, просто переодевается и играет разных персонажей. А мне до конца вот интересно досматривать, досматривать и еще раз досматривать. Просто моментом я не всегда понимаю. Иногда, может быть, и моего интеллекта не хватает. Поэтому уже такое дело. Напишите ваши комментарии обязательно внизу, чтобы я понимал, о чем речь. Что я упустил, что я недопонял. А может быть, когда я буду пересматривать этот ролик, когда буду делать реакцию, опубликовывать на Ютубе, я и пойму свои ошибки и скажу, блин, это чертов гений. Вот такой интересный ролик вышел. Не забудь оставить комментарий по поводу того, что ты увидел и что ты думаешь по поводу концовки. А также подпишись на мой канал, если ты вдруг не подписан. Поставь лайкосик, если тебе понравилось. Забегай в мой Инстаграм, Телеграм и на игровой канал. А с тобой был Дима. Типоток. Пока!